На протяжении трёх дней в Гомеле проводились тактико-специальные занятия с личным составом Гомельского гарнизона в филиале Гомельская ТЭЦ-2 республиканского унитарного предприятия Гомель Энерго. По тактическому замыслу от прямого попадания грозового разряда произошёл взрыв паровоздушной смеси в резервуаре, в результате чего последовало возгорание мазута. Условный ЧС был присвоен третий номер вызова, на который было привлечено 26 единиц аварийно-спасательной техники. Целью таких учений является развитие тактического мышления, совершенствование умений и навыков руководящего состава органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Гомельского гарнизона, а также проверка готовности оперативных служб и формирований ТЭЦ-2 к работе в условиях ЧС, а также эффективность взаимодействия с подразделениями МЧС. 11 октября в 5.23 утра спасателям Гомельского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу Гомельский район, посёлок Зябровка, улица Авиационная. По прибытии к месту вызова спасателями было установлено, что происходит открытое горение кровли одноэтажного четырёхквартирного жилого дома. Хозяин квартиры номер один – пенсионер 1956 года рождения. Хозяйка квартиры два – постоянно в данной квартире не проживала. Хозяин квартиры номер три – пенсионер 59 года рождения. По прибытии подразделения МЧС находился на улице. Хозяйка квартиры номер четыре – пенсионерка 37 года рождения. Проживает в Гомеле, но с разрешения хозяйки в квартире проживал её сын 56 года рождения и дочь 66 года рождения. В 6.07 утра спасателями в квартире номер один на полу в негорящей комнате обнаружен мужчина 56 года рождения и его сестра 66 года рождения, которые находились в гостях у хозяина квартиры. На полу в соседней негорящей комнате обнаружен хозяин квартиры номер один без признаков жизни. Найденные были вынесены на чистый воздух. В 6.15 работниками скорой медицинской помощи константирована смерть двух мужчин и женщины. Пожар был ликвидирован спасателями. В результате пожара уничтожена кровля, 30 квадратных метров потолочного перекрытия, повреждено имущество в квартирах, закопченный стены и потолок в доме. Версия причины пожара – неосторожное обращение с огнём. Психологам Гомельского областного управления МЧС оказана экстренная кризисная психологическая помощь соседям, а также родственникам погибших. МЧС информирует, 90% гибели людей на пожарах происходит по причине неосторожного обращения с огнём. 46% пожаров – из-за беспечности человека. Не курите в постели, это смертельно опасно. Помимо себя, вы подвергаете опасности соседей, своих родных и близких. Будьте осторожны в обращении с огнём, не оставляйте без присмотра свечи, не выбрасывайте в урну непотушенные спички, не бросайте с балкона непотушенные окурки. Никогда не курите в постели. В случае пожара звоните 101 или 112. За 2020 год, начало 2021 года, в Гомеле произошло 11 пожаров по причине неисправности печного отопления. Если ваш дом отапливается при помощи печного отопления, в первую очередь вам необходимо проверить исправность печи и дымохода, если есть недостатки, устранить, вычистить сажу, заделать трещины длиньяно-песчаным раствором и побелить дымоход на чердаке, чтобы впоследствии по закопченным местам можно было легко обнаружить трещины и устранить их. Чердачное помещение следует содержать в чистоте. В кладке печи запрещено использовать силикатный кирпич. Для дымохода – асбестоцементные и металлические трубы. Чтобы избежать перекала печи, рекомендуется топить ее 2-3 раза в день. За 2 часа до отхода ко сну топку печи следует прекратить. Перед дверцей на полу необходимо прибить металлический притопочный лист 50 на 70 сантиметров, тем самым исключив возможность загорания пола от выпавших раскаленных углей. Запрещено эксплуатировать печь с неисправностями, разжигать ее при помощи легко воспламеняющихся жидкостей, оставлять печь в топящейся без присмотра или поручать следить за ней детям, сушить и хранить на печи и возле нее сгораемые материалы, топить печь дровами, превышающими размер топливника. Проявите заботу к вашей печи, и она непременно подарит вашему дому теплоту, уют и бесценный комфортный отдых. Субтитры создавал DimaTorzok